Мы представляем домик команды Фиолетовых. Это домик, в котором живет Иисус. Даже надели на клей на сердце, с надписью, что Иисус – это хозяин этого дома. Если повернуть домик, то можно увидеть имена, конечно, не очень ровно написанные, но все же имена авторов, которые делали этот домик. Все участвовали в его создании и все украшали зуб. Если повернуть домик еще раз, можно увидеть надпись «Бог есть любовь», потому что Господь любит нас и гадание с тобой. Домик украшен также шариками. Это для того, чтобы... Многие просят Господа помогать. Ему, конечно, очень легко добираться, но чтобы еще больше его задачу облегчить, на шариках, на этих домиках он будет дать каждому, кто просит о помощи. Вот если открыть этот дверь, там, правда, не очень хорошо видно, но на стенке наклеены таблицы с именами, с золотыми стихами всех дней. Это для того, чтобы тот, кто входит в этот дом, не вспоминал эти правила и не забывал о Господе никогда. Также наш домик охраняет ангел, который не дает очень грешным людям заходить в этот дом. Также в домике у нас находится фонарик, тема второго дня. Господь есть свет мира, и кто последует за ним, тот не будет ходить во тьме. Этот Иисус всегда ходит с этим фонариком, и главное от Него не отставать, и тогда вы не будете ходить во тьме. Также в нашем домике находится Библия. Это обязательные атрибуты Иисуса Христа. Конечно, он сам знает всю Библию наизусть, потому что его отец через других людей ее писал. Но это для путников, которые хотят останавливаться в этом домике, чтобы они знали, кто в нем жил хозяин, и не грешили бы нам. Также наш пол в доме украшен ковром. Но это для того, чтобы у всех, кто туда заходит, было прекрасное настроение. Все.